Мы собираем подписи сейчас в администрацию, в главе администрации, насчет того, что у нас очень много недоделок в доме. Что батареи парового отопления почти холодные. Второе. В большинстве квартир вентиляция в нерабочем состоянии. Третье. До сих пор нет горячей воды. Четвертое. В подъезде не производится уборка. Пятое. Не работает мусоропровод. Шестое. В целях безопасности просим оградить конвенционный канал. Около дома нет уличного освещения. Не работает лифт. Даже одного из этих пунктов хватит, чтобы отравить существование в собственной квартире. А тут целый букет. Стихийное собрание жильцов дома 10Г по Николоберезскому шоссе не остановил даже сильный дождь. Уж к чему-чему, а к сырости им точно не привыкать. На нашу просьбу показать сырую квартиру жильцы ответили. Заходите в любую, не ошибетесь. И мы не ошиблись. Вот везде вытираем. В зале тоже. Вот здесь. Сегодня вытирано черный было вообще. Гульнара Глухова, как и остальные жильцы, скоро может создать свою уникальную коллекцию плесени. Экземпляры повсюду. На стенах, на окне, на полу. Только вот перспектива стать биологом-любителем ее не особо радует. А в семье Шахметовых двое маленьких детей. К заботе о дочках и домашнем быте у Анжелы прибавилась новая обязанность – борьба с сыростью, плесенью и неприятным запахом. Отсюда до сюда. Прямо все вот синее-синее было. Я еще вытира вытирала этого. В доме до сих пор нет газа. На кухне стоят новенькие плиты, а поверх них плитки электрические. Хоть и потрепанные временем, зато работающие. Горячей воды тоже нет. У семьи Гельмановых маленький сын. На момент переселения радости не было предела. Новое светлое жилье в Нефтекамске. Мальчик будет жить в нормальных условиях. Как и остальные маленькие жильцы, он не перестает болеть и не знает, что такое бегать по дому босиком. В квартире до сих пор холодно. Как тепло дали, в другие квартиры заходим, гостям, родственникам. А там нет у них батареи теплой, а у нас батарея холодная. Жильцы сопровождали нас на протяжении всей экскурсии по дому. Попросили обратить внимание на лужи в подъезде. Нет, это никто не проливает воду. Это все пришло с улицы. Во время дождя, рассказывают жильцы, вода течет по подъезду, попадает даже в квартиры. За пределами дома недоработки не заканчиваются. В нескольких метрах от подъезда находится неогороженная, вырытая под коммуникацией канава. Жильцы опасаются, что дети, выходя во двор, могут упасть в эту яму. Да и взрослому человеку при отсутствии уличного освещения не мудрено свалиться в эту траншею. После приезда нашей съемочной группы с домом стали твориться чудеса. В гостях у переселенцев мы были вечером после рабочего дня, а уже утром дня следующего здесь дали горячую воду и вывезли весь мусор. Совпадение это или нет, как теперь узнаешь. Ну а мы в свою очередь продолжим следить за судьбой этого дома и решением остальных проблем. Полина Сюткина, Лишат Исламов, информационная программа «Время новостей».